Самый крупный региональный турнир по боксу состоялся в Сургуте. Он посвящен памяти югорских тренеров. Соревнования собрали около 300 спортсменов не только из Югры, но и Тюменской области, Ямала. Городская федерация бокса проводит эти состязания в 13-й раз. Успешно выступают на ринге наши спортсмены. Сургутяне, к слову, завоевывают медали и на более статусных чемпионатах. О достижениях боксеров расскажет Мария Ливанян. Турнир памяти тренеров, которые развивали бокс в регионе, провели в Сургуте. Это состязание важно в первую очередь потому, что юные атлеты посвятили свои победы заслуженным деятелям спорта. Стартовавшие накануне соревнования стали самыми крупными за все годы проведения. Около 300 участников. Если быть точным, 299 человек. Такого очень давно не было. Да такого никогда не было, если честно сказать. Поэтому не ожидали просто. И в этом подключили второй ринг. Соревнования проходят на двух рингах. В нашем втором зале это там юноши работают. Здесь уже возросли старшие юноши, юниоры, взрослые категории на этом ринге. Поэтому мы соревнования проводим как два ринга, практически чемпионат России. Для ребят это не только возможность отдать дань памяти тренерам, но и получить разряд. Это возможно, поскольку турнир по градации относится к категории «Б». Победители в своих весовых категориях получат звание кандидатов в мастера спорта. Для многих ребят, воспитанников сургутской школы бокса и приезжих атлетов – это самые крупные соревнования в их спортивной карьере. Даланбеку всего 15 лет и пока эти соревнования для него самые серьезные. Однако юноша амбициозен в планах выиграть как минимум мировые соревнования. Молодой человек тренируется в Сургуте и в городе есть на кого равняться. 8 октября в Чите завершился чемпионат России по боксу. Наша команда показала там хорошие результаты. Достаточно успешное выступление для нашей команды. У нас призер чемпионата страны. Это Рашид Янгазиев. Провел отличные три боя, выиграл просто супер, уступив в полуфинале боксеру из города Петербурга по полу, хорошему мастер-форту международного класса. Рашид Янгазиев занимается боксом 12 лет. С 2014 регулярно входил в сборную команду России в разных категориях. От младшей юношеской до молодежной. Теперь удостоился права стать членом взрослой национальной команды. Это уже олимпийская сборная. Работать над тем, чтобы достичь этого показателя пришлось немало. К победе на чемпионате страны юноша шел три года. Оцениваю, ну как бы не на пятерку, конечно, так как не выиграл. Там просто еще долгий период того, что долгий период я не боксировал из-за травмы, там больше полгода получается. За четыре моих выступления на чемпионате России три я проиграл и вот в четвертый раз третье место в сборную попал. Любой спортсмен хочет, конечно, достичь самых максимальных. Это олимпийские игры, как я считаю, это олимпийские игры, самый максимальный результат, пик того, что можно достичь в любительском боксе. На днях Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских спортсменов от соревнований. А значит, наша сборная сможет выступать на мировой арене. Мария Ливанян, Сергей Кондаков, Сургут, 24.